Комиссия по чрезвычайным ситуациям Одесской областной администрации происшедшая не признана как надзвычайная ситуация, а признана как надзвычайное происшествие. Что касается результатов этого происшествия, действительно результаты неутешающие. Почему? Потому что в первые часы после того, как судно накренилось и опрокинулось, произошел разлив содержащихся в системе генерации и обеспечения двигателя нефтесодержащих продуктов, после чего было зафиксировано превышение предельно допустимых концентраций нефтесодержащих продуктов более чем 150 раз. Я еще раз подчеркиваю, что эти замеры были действительно на момент 22-23 ноября. 23 ноября в конце дня этот показатель составлял уже в 90 раз превышение предельно допустимых концентраций. Далее снижение до 53 и по состоянию на воскресенье, вчера 24 число, превышение было в 19 раз. Сегодня работает инспекция охраны Черного моря на территории происшествия и администрация морского порта пытается установить боны сорбирующие вокруг танкера. Но сделать это было раньше невозможно ввиду шторма. Вместе с тем шторм позволил нам методом разбавления снизить показатели до такой единицы. Мониторинг инспекции будет проводиться до полной нормализации ситуации. Департамент подавать информацию на официальный сайт города по состоянию морской воды. Пляж не загрязнен нефтепродуктами вообще. Почему? Потому что вовремя были поставлены сорбирующие боны вдоль уреза воды. Загрязнение было теми материалами, которые выброшены. Наоборот, это щепки, бутылки, бочки. Все это собирается коммунальным предприятиям побережья. Пусть вас не удивляет, что мы это не убираем, мы это все храним на территории. Все это будет необходимо при расчете ущерба, который будет производить инспекция экологическая Черноморско-Томского бассейна. Расчет будет проводиться по результатам анализов, которые я уже озвучила, по показателям, по объему загрязняющих веществ, по площади распространения. Существует специальная методика расчета, где учитываются все эти параметры.